Far Cry 6 еще не вышел, и он уже оскорбляет меньшинство! Это было быстро. Я помню, когда на презентации PlayStation 5 показывали Рэчет и Кланка, и в кадр прыгнула девочка Рэчет, которую никто до сих пор не знает, как зовут, я начал отсчитывать минуты до того момента, когда с ней появятся арты на Roll34 по хилл. Это заняло где-то 30 или 40 минут около того. Я не считал минуты между анонсом Far Cry 6 и моментом, когда он начнет кого-то оскорблять. Наверное, нужно было теперь, когда я думаю об этом. Анонс Far Cry 3 дает нам еще одну причину для того, чтобы отменить Ubisoft, как будто их было мало. Я клянусь, эти социально справедливые войны начинают использовать слово cancel в контексте культуры отмены, не иронично уже. Если вдруг кто-то до сих пор не знает, то культура отмены – это когда у какого-нибудь актера или другой знаменитой медийной личности находят твиты сомнительного содержания, которое они писали лет 10 назад, будучи немножко другим человеком с другим складом ума, и на основании этого ломают им карьеру. Это довольно часто сейчас происходит, вы наверняка замечали краем глаза, это культура отмены. Ubisoft подвергся критике после того, как стало известно, что роль Латинуса в их следующей игре под названием Far Cry 6 сыграет актер, который сам Латинусом не является. Вот это, я понимаю, проблемы первого мира. 05-го. 0-1-го. Такого мира, в котором живет буквально менее 1% населения планеты. Некоторые из вас могли заметить словосочетание «Еще одну причину отменить Ubisoft», и она там стоит не просто так. Дело в том, что буквально за пару дней до презентации Ubisoft Forward, которую я в отдельном видео разбирал, сразу человек 5 или 6 из достаточно высоких кругов управляющего персонала компании решили с ней расстаться. Точнее, расстать с ней решили их. В эту пачку угодили парочка исполнительных директоров, как минимум один креативный директор, который занимался всем Ассасин Скридом последние очень-очень много лет, и еще парочка людей, о которых вы, скорее всего, никогда не слышали и больше уже никогда не услышите, потому что с карьерой у них теперь будут большие проблемы. И, как ни странно, обвинения по большей части даже не имеют интимный, неправомерный характер, если вы понимаете о чем я это сейчас особенно популярно. По большей части этим исполнительным директорам и креативным директорам предъявляли за то, что они создают крайне токсичную рабочую атмосферу на месте, что они заставляют людей перерабатывать, что вообще странно, если мы говорим о креативном директоре, потому что ему эти приказы приходят свыше, наверное. Но хотя, с другой стороны, именно креативного директора Ассасин Скрида вроде как обвинили то ли в том, что он кого-то домогался, то ли в том, что он был неверен жене. Я помню, что там было написано за инфиделити, но что именно имеется в виду под инфиделити в плане законодательства и за что его можно уволить, я не очень понимаю, потому что, ну, если у него были какие-то терки в семье, предполагающие измены, то я не очень понимаю, почему из-за этого нужно с работы увольнять, какая вам чертовая материя разница. Видимо, для того, чтобы имидж компании сохранить, я не знаю. Короче говоря, человек шесть в общей сложности из самых верхов Ubisoft'а были из компании попрошены. Это случилось буквально за пару дней перед тем, как они показали свою презентацию, где они должны были интерес к компании и интерес к проектам компании, наоборот, подогреть. Немножко по времени плохо совпало. От пиар-кошмара Ubisoft спасло по большому счету только то, что на эти новости мало кто успел обратить внимание перед презентацией. Все были сосредоточены либо на ней, либо на чем-нибудь еще другом, потому что, как в итоге мы поняли по цифрам, эту презентацию мало кто посмотрел, а мало кому до нее было дело. Но в любом случае, кому какая разница, что где-то там во Франции притесняют права человека, я про этих человеков не слышал, поэтому мне в принципе пофиг. Мы сюда приходим для того, чтобы слушать про видеоигры. И периодически играть в видеоигры, но по большей части читать новости и смеяться над тем, как тупорылая печатная пресса пытается оставаться релевантной в эпоху, когда никто ее не читает и она никак не может умереть. Чем же таким Far Cry 6 оскорбил меньшинство? Что же он такого нехорошего сделал? Ну давайте посмотрим. Ubisoft подвергся критике в социальных сетях. Мы все понимаем, что критика в социальных сетях это крайне серьезно. Я имею в виду, что если этот пост соберет целых 3 или 4 лайка, это означает, что мы игру не продадим таким образом миллионными тиражами, как рассчитывали. Пацаны, это очень опасно. Его раскритиковали за то, что на роль персонажа, который является латиносом, Ubisoft нанял актера, который латиносом не является. Как они могли себе такое позволить? Я вот лично не понимаю. Я сейчас очень зол. Я сейчас очень зол на этот мир, в котором существует коварный Ubisoft, который на роль персонажа, отличающегося особым тоном кожи, нанял актера, который отличается по сути точно таким тоном кожи, но при этом у него в паспорте написано, что он немножко другой национальности. Я очень зол, пацаны. Я надеюсь, что вы тоже очень злые Я настолько зол был, что я взял и нажал на кнопку подписки на канал Культа с живьем Просто еще и лайк поставил Если вы сейчас этого не сделаете, то вы недостаточно злые, а значит вы недостаточно справедливые, ребят Значит вы выступаете за здравый смысл какой-нибудь Хотя если вы за здравый смысл выступаете, то в любом случае нажмите, пожалуйста, на кнопку подписки, на колокольчик Это канал очень сильно помогает, и вы получаете оповещение о моих новых видео Это было бы здорово После крупной утечки, которая сообщила миру о том, что Far Cry 6 будет существовать Его наконец-то официально объявили и показали нам cinematic трейлер на презентации Ubisoft Forward Да, Far Cry 6 действительно случится И это было второе крупнейшее объявление за всю презентацию Помимо объявления о том, что в Assassin's Creed Valhalla можно будет погладить котика И сделать так, чтобы котик за тобой ходил Это, кстати говоря, действительно не иронично, очень классно Я только в играх могу погладить котика, потому что если я делаю это в реальной жизни, то я начинаю умирать через полчаса Действие Far Cry 6 будет происходить в вымышленной стране под названием Яро Которая была вдохновлена Кубой, и этой страной правит жестокий диктатор по имени Антон Кастило В рамках синематика, которую нам показали, геймплей еще не показали, но думаю, можно будет предположить, что это точно такой же Far Cry, как и все остальные Нам показывают, как диктатор практически заставляет, имплицированно заставляет своего сына бросить гранату в толпу протестующих Этого не было показано напрямую, но предположение идет как бы на этот счет Это в принципе довольно интересная динамика на самом деле, потому что до этого все Far Cry, после того, как ВАЗ очень хорошо зашел в меметичном плане, они всегда пытались харизматичного злодея какого-то показать Он всегда стоит по центру постера, ну за исключением Far Cry Primal, наверное, где больше суть была в именно игровом мире, но и то это была не номерная часть, а больше ответвление, поэтому я за основную серию ее как бы не считаю Ну в данном контексте во всяком случае Интересно будет, какая динамика в шестой части будет происходить между батей и сыном, который должен его идеалами проникнуться Скорее всего, все сведется к тому, ну если я знаю Ubisoft, они довольно предсказуемые, скорее всего, все сведется к тому, что мы, как игровой персонаж, должны будем на этого сына как-то повлиять и склонить его на правильную, справедливую сторону Какая сторона является справедливой и правильной, решаете, естественно, вы, потому что вы главный герой Ну все логично Ну а это все фигня, кому нужно обсуждать качество сценария в игре, которая пытается продавать себя в том числе качеством сценария Давайте мы лучше обсудим, каких актеров, похожих на латиносов, нельзя брать на роль латиносов, потому что, я не знаю почему, потому что сейчас мода такая Я не шучу, кстати говоря, это на самом деле происходит Я примерно полторы недели назад в отдельном видео обсуждал волну рекастов, которая настигла многие популярные мультсериалы Началось это с Нетфликса и потом постепенно начало перекидываться на Фокс, когда Дисней прознал о том, что это, в общем-то, популярный набирающий оборот и тренд И лучше бы сразу в него зайти, раньше, чем позже Все началось с того, что одна из актрис, которая играла роль чернокожей и маленькой девочки в сериале «Большой рот» Я не уверен, как у нас его правильно на русский перевели, если вообще перевели, по-моему, так «Большой рот» он и называется И она при этом сама актриса, озвучки, я напоминаю, да, то есть ее лицо даже никогда не видно в рамках сериала Она является сама белой еврейкой, она посчитала, ну, по крайней мере, мы думаем, что она чистого сердца это посчитала Что с ее стороны неправильно озвучивать персонажа, который этнически не относится к той же расе, к которой относится она Соответственно, нужно от этой роли отказаться Почему она решила отказаться от нее только сейчас, а не раньше, когда на нее нанималась? Ну, потому что она только сейчас поняла свою ошибку, только сейчас достигла дзена и больше она неправильно поступать не будет А привело это, в свою очередь, к тому, что многие другие актеры из других мультсериалов, не связанных с Нетфликсом даже Они тоже решили от своей роли отказаться Заставили ли их отказаться сверху или они сами так решили, до сих пор остается неизвестным Но роль Кливленда, которую играл один и тот же белый актер на протяжении последних 15 лет Теперь будет играть кто-нибудь другой, потому что, ну, вот так надо В Симпсонах, кстати говоря, тоже аналогичная тема происходит Это происходит, в принципе, во всех мультфраншизах Фокса Потому что Фокс принадлежит, по большому счету, Диснею теперь Но, опять же, это уже отдельная тема Смотрите мое видео по ней, которое вышло где-то полторы недели назад Про то, что Дисней возвращает расовую сегрегацию И похоже, что этот образ мышления добирается и до видеоигр теперь А я напоминаю, речь идет все еще о медиуме, в котором ваша внешность, по факту, не играет никакой роли Если вы актер, талантливый, у вас достаточно хорошее ранжирование, вы можете акценты какие-то изображать Короче говоря, вы мастер своего дела Это означает, что вы можете играть по большому счету кого угодно А потом уже вам в рамках мультсериала или в рамках видеоигры, даже если вы предоставляете мошенкепчер Вас подкрасят под необходимый тон кожи Главное, это ваш талант Главное, это то, как вы умеете говорить, отыгрывать свою роль Так было до недавнего момента, теперь главным становится то, чтобы вы родились правильной национальности А если вам не повезло, ну извините, куда деваться Во Far Cry 6 роль диктатора Антона на себя возьмет актер по имени Джан Карло Эспосито Я надеюсь, что я прочитал его имя хотя бы относительно правильно Если что, поправьте меня в комментариях Я это не прочитаю, но вы в любом случае молодцы, что попробовали Так вот, он оказывается не подходящей национальности, даже если он более-менее по цвету подходит на роль Так вот, у него на странице Википедии, и по интервью, в которых Джан Карло сам эту информацию подтверждал На самом деле у актера корни прежде всего афроамериканские и итальянские Но он не является латиносом, понимаете, он просто такой слегка черноватый европейский Сам он вообще родился на территории Дании, но из-за его фамилии Эспосито, которая звучит достаточно по-латински И из-за его внешности, ему довольно часто выдавали играть роли латиносов Одна из его известных ролей была в фильме 1979 года под названием «Бегущий», о котором я никогда не слышал Но, суть по всему, он там играл пуэрториканца, не будучи при этом пуэрториканцем Вы можете себе представить, насколько далеко эти российские 20-е века заходили-то тогда? Это было другое время, но мы сейчас гораздо более прогрессивные люди Потому что у нас есть интернет и у нас есть твиттер, который все еще бесплатный И там все еще можно оставаться недовольным буквально всем и вся Я не так давно думал о том, почему твиттер пропагандирует такой токсичный образ мысли Который в итоге приводит к тому, что печатная пресса на этих твиттерх основывает отдельные статьи И это, в свою очередь, приводит к тому, что мейнстримные компании, издатели, кинопрокатчики Они, почему-то до сих пор прислушиваясь к печатной прессе, начинают подгонять свои игры под вот эту якобы пропагандируемую парадигму Хотя, по большому счету, никто ее не придерживается То есть это такое самовоплощающееся пророчество какое-то очень извращенное Добро пожаловать в 21 век Если кто-то еще до сих пор не понял по моему крайне прямолинейному тону Я не выступаю в поддержку этих идей Более того, я вам такое скажу, вы не готовы к этому, вы готовы? Сейчас Это полный дебилизм Не давать актерам, которые подходят на роль, играть роль Потому что они родились не в той стране И потому что у них в паспорте написано не то, что нужно социально справедливым воинам в твиттере Более того, идея о насильственном разнообразии в кастах, которую сейчас активно пытаются в Голливуде насаждать Она сама по себе невероятно дебильная Я ничего не имею против разнообразия В конце концов, на негритянчик я сам очень сильно люблю посмотреть иной раз Правда, в более откровенном контексте Но в любом случае, вот ничего против не имею Когда она происходит, естественно Я имею в виду, у нас есть черные режиссеры, которые снимают фильмы В которых персонажам необходимо по сюжету иметь определенную тон кожи Определенную национальную принадлежность Потому что сюжет каким-то образом с этим связан и на этом основан Где взять Белого на эту роль просто никак не получится физически И это я могу понять Дальше уже рыночек свободный сам порешает Нравится ему такое кино смотреть, не нравится Может быть он предпочитает что-то другое Пусть люди сами выбирают Со стороны тех, кто выступает за это расовое разнообразие более агрессивно С их стороны будет логично просто ходить на фильмы, которые им отличаются Поддерживать продукт своим кошельком Потому что это единственный способ, которым можно поддержать продукт И дать понять, что мы хотим больше вот такого вот продукта Если они этого не делают А они по большей части это не делают Потому что все подобные попытки голливудские Практически все проваливаются в прокате И в итоге оказывается, что вот эта вот социально справедливая толпа Огромное количество людей, которые за это ратуют, чтобы мир изменился Их в итоге либо не настолько много Либо они просто слишком ленивые, чтобы в итоге платить за то, что они хотели деньги Как правило и то и другое сразу Потому что их действительно мизерное количество Это гласное меньшинство Это менее 0,1% Твиттера Ну я не совсем правильно сказал Менее 0,1% населения планеты В Твиттере-то их как раз много Это буквально сосредоточение подобного рода контингента Но что самое смешное, этот контингент даже не может как-то самоорганизоваться Давайте расставим все точки над «ы», говорит нам Деф Эрик Джан Карло и Спасито не Латинос Юбисофт дают ему играть роль кубинского диктатора Ну типа кубинского, потому что на Кубе основано То есть роль Латиноса И это не то, что нужно Фар Краю Это не то, что нужно игрокам Я уверен, что Деф Эрик понимает, что нужно игрокам Потому что свой твит он вскоре после этого удалил Я конечно не Деф Эрик, но мне вот почему-то кажется, что игрокам прежде всего нужна хорошая игра, которая будет стоить своих денег И если под понятие хорошей игры у игрока, который эти деньги заплатил, попадает в том числе интересная сюжетка То мне, опять же кажется, по моему скромному мнению, ему будет абсолютно пофигу Играет ли роль Латиноса Латинос Или роль Латиноса играет чувак, который похож на Латиноса Ну мне вот лично будет вообще насрать Когда я видел этого Джон Карло и Спасита в Мандалорце Я действительно подумал, что он либо Латинос, либо Пуэрториканец Но мне по большому счету было посрать Потому что его роль никакого отношения к его цвету кожи не имела Он с таким же успехом мог бы быть азиатом И буквально ничего бы не изменилось Вообще Кейк Санчис пишет Нам нужно больше репрезентации Латиносов в видеоиграх Far Cry 6 А вот собачка, которую зовут Чоризо Это типа репрезентация Латинос Ну вы поняли, потому что сосиск Чоризо, короче И типа репрезентация Латиносов Потому что Чоризо и Латиносы Ну вы поняли Это очень странный, самый ироничный расизм Какой-то я читаю в твите от пользователей Кейк Санчис Но видимо это все еще должно служить сатирой Или шуткой, я правда не уверен Но что самое-то главное Этот скандальный твит, который нам показала печатная пресса В своей печатной статье Про то, как не Латинос играет роль Латиноса Он собрал аж целых 27 ретвитов и 105 лайков К этому моменту немножко больше С тех пор прошло 3 дня Это же просто невероятный народный гнев вызывает Вы понимаете, насколько широкая общественность недовольна Тем, что Юбисофт позволил себе такое совершить? Целых 30 человек нажали на ретвит Это ж целых 30 человек теперь игру не купят из-за этого Скорее всего купят, будем честными Но целых 30, это же, если отнять от ожидаемых там Не знаю, 6 миллионов продаж 30 человек Это же будет Это же будет 5 миллионов 900 тысяч 999 тысяч 970 человек, а не 6 миллионов Вы понимаете, насколько это огромный удар по репутации компании и по продажам? Они же никогда не смогут от такого оправиться Ребят, если у вас есть акции Юбисофта Я вам их советую продавать прямо сейчас Потому что если вы их не продадите и потом выйдет вот этот вот отвратительный Far Cry 6 Вы пожалеете Но хай Это не единственное проявление расовой нетерпимости, культурного непонимания, которое Юбисофт себе позволяет Вы также могли во время просмотра синематика заметить так называемый желтый фильтр Вы этот желтый фильтр наверняка часто видите в фильмах, которые по сюжету происходят где-нибудь в южных странах Как правило в экшенах Почему он используется? Он используется для того, чтобы стимулировать жару Потому что, понятное дело, фильм не может передать тебе ощущение жары Но при этом он может тебе передать иллюзию ощущения жары Потому что, когда ты смотришь через вот этот легенький такой едва заметный желтый фильтр Это тебе намекает на то, что солнце как бы палит Я сейчас уже не берусь судить о том, насколько сильно у тебя меняется спектр цвета Когда ты внезапно приезжаешь в южную страну И начинают ли твои глаза как-то по-другому видеть Но я не думаю, что настолько сильно В любом случае у этого фильтра есть очень четкое кинематографическое назначение Что бы вы могли подумать, оказывается он российский Потому что некто Матадор Нетворк, какая-то очередная печатная пресса напечатала статью Про то, что это фильтр российский Это очень плохо Его очень плохо использовать Потому что жители южных стран оскорбятся желтому фильтру Мне эта статья напоминает, знаете что? Она мне напоминает твиты Марка Керна, которые я недавно читал Марк Керн это бывший геймдиректор World of Warcraft Который в 2002-2003 годах работал на Blizzard И оригинальную версию игры, соответственно, курировал И он до сих пор практикует Он до сих пор достаточно популярный разработчик в индустрии Он писал о том, что когда он приехал в американский колледж Сам он тайваньского, по-моему, происхождения Ну, в общем, он азиат, это прямо у него по лицу видно Когда он приехал в американский колледж учиться Ему начали местные студенты пояснять Что слово Oriental, оно расистское Oriental это слово, которое вы наверняка на уроках английского языка слышали Которым обычно называют людей азиатского происхождения Однако, как ему пояснили студенты американского колледжа Этим словом также еще отсылали к коврам И вот они ему объяснили, что это слово плохое, нетерпимое Потому что им одновременно называют и азиатов, и ковры И типа это плохо, потому что азиатов ассоциируют с коврами И это расизм И Маркерн очень долго не понимал, почему ему именно нужно на это оскорбляться Но потом, когда он шел с пар домой к себе в общежитие И рядом проезжали какие-то колхозники Которые ему из своего грузовика прокричали Вали обратно в Китай узкоглазый Вот это он понял Ну, его прямая цитата Вот это уже более-менее похоже на нетерпимость Тут есть к чему придраться Кто-то из вас может сказать Вот это уже более-менее намекает На какую-то конкретную расовую нетерпимость На расовую нетерпимость не намекает То, что вы берете на роль Латиноса Не Латиноса Если он внешне похож на Латиноса Кому какая к чертовой матери разница Такое ощущение возникает, что печатной прессе нечем заняться Если оно у вас возникает, то оно ложное на самом деле Потому что они прекрасно понимают, что это полный бред И они абсолютно не верят в те идеи, которые якобы пропагандируют Им просто нужно выжимать материал, который будет собирать хейт-клики Потому что это единственный способ, которым печатная пресса может выжать в 2020 году Никто не читает эти издания Они не могут нормально зарабатывать деньги Баннеры, которые там вывешиваются, стоят долбанные копейки Поэтому единственный способ, которым они могут выжать Это печатать как можно больше клейбейта Чтобы как можно больше этих просмотров выжимать Ну, вот насколько они могут Обычные новости, обычные статьи просмотры не собирают А это означает, что если вы пишете только нормальные статьи И только о новостях рассказываете То ваше издание закроется где-то через полгода в лучшем случае Мне немного интересно, как будет выглядеть вот эта динамика отца и сына в шестом фар крае Я, наверное, даже дам игре шанс Одно я вам могу сказать наверняка сейчас Когда у нас нет вообще никакой фактической информации Когда эта игра выйдет, она продастся огромными тиражами И никто даже близко не вспомнит о том Что не Латинус играет Латинуса Потому что никто об этом даже, сука, знать не будет Такое ощущение, как будто игроки, которые платят деньги за игры И которые не относятся к подобным топикам серьезно Они на самом деле не являются расистами Потому что для них все подобные актеры и все подобные люди Они более-менее одинаковые Это даже своего рода проявление большей терпимости Чем со стороны недовольных в Твиттере По ироничному стечению обстоятельств Я не знаю, просто предположение, маленькое такое Ну а если вам нравится слушать, как я говорю, на видеоигровые Или не видеоигровые темы в течении энного количества Времени, то почему бы тогда не подписаться На мой канал и на мой еще и основной канал Где я делаю контент, в который даже какие-то усилия вкладываю Вы также можете поставить лайк или дизлайк этому видео Можете давить комментарий или несколько комментариев К этому видео Можете на Твиттер мою подписаться В конце концов И спасибо вам, что вы тратите на меня время, мои дорогие Ублюдки Идите сюда Субтитры сделал DimaTorzok